Здравствуйте! Сегодня мы обсудим самую распространенную жалобу, с которой обращаются женщины на прием к гинекологу. А именно мы поговорим с вами о такой проблеме, как боль внизу живота. Давайте сразу определим, что боль внизу живота – это не болезнь, а лишь один из симптомов той или иной патологии. Причин возникновения данной жалобы очень много. Поэтому сразу хочу разделить данную проблему на два вида. Это острая боль внизу живота и хроническая боль внизу живота. От этого и будет зависеть дальнейший алгоритм действий. Начнем с острой боли внизу живота. Это то состояние, которое может быть опасным для вашего здоровья и даже жизни. Поэтому к этому вопросу необходимо отнестись очень серьезно. В отличие от хронической боли, острая боль появляется внезапно, чаще на фоне полного благополучия. И часто сопровождается такими симптомами, как головокружение, потеря сознания, учащенное сердцебиение и дыхание, потливость, озноб, повышение температуры тела, тошнота, рвота, кровотечение из половых путей. Представим с вами такую ситуацию. У женщины планируется праздник. Она идет в магазин за покупками. Приобретает большое количество товара, естественно торопясь, на кассе поднимает эти пакеты и ощущает резкую пронизывающую боль, потемнение в глазах, головокружение, которое может привести к потере сознания. Вот это и есть пример острой боли, которая возникла на фоне полного благополучия. Возникает вследствие повышения внутрибрюшного давления, что может привести к разрыву, например, функциональной кисты яичника, которая до этого могла совершенно не беспокоить женщину. Так как боль ощущается именно в нижних отделах живота, первым, кому обращается женщина, это врач-гинеколог. Сейчас мы рассмотрим самые распространенные причины возникновения острой боли внизу живота в гинекологии. Их можно разделить на три основные подгруппы по причине возникновения. Первая подгруппа – это острые кровотечения из внутренних половых органов. Это может быть внематочная беременность, апоплексия яичника или по-другому разрыв капсулы яичника, травматические повреждения матки. Они могут быть ятрогенного происхождения, которые возникли в процессе ранее проведенных медицинских манипуляций, или криминального происхождения. Вторая группа – это острые нарушения кровопрощения в образованиях внутренних половых органов. Это может быть перекрут ножки кисты яичника, нарушение питания фиброматозного узла. К примеру, эта ситуация может возникнуть во время интенсивной физической нагрузки. Например, если женщина занимается гимнастикой или танцами, но у нее при этом есть объемное образование в области придотков, например, киста или фиброматозный узел на ножки в тело матки, то вот во время физической нагрузки может произойти перекрут ножки образования, что приводит к нарушению кровообращения. Это приводит к возникновению венозного застоя, нарушению проходимости артерий, что в дальнейшем может привести к некрозу опухоли, а затем и к развитию перитонита. Третья группа – это острые гнойные заболевания внутренних половых органов с последующим развитием перитонита. Эти состояния возникают на фоне ранее возникшего воспалительного процесса органов малого таза. То есть это осложненное течение воспалительного процесса, которое под действием провоцирующих факторов бактерии проникают через полость матки в просвет труб, оттуда попадают в брюшную полость, что может приводить к формированию абсцессов брюшной полости. Но не стоит забывать о том, что в нижних отделах живота находятся не только половые органы, поэтому причиной появления боли могут стать такие заболевания, как острый аппендицит, острый цистит, пилонефрит, кишечная колика, почечная колика, кишечная непроходимость, мезонтериальный тромбоз и многие другие заболевания. Поэтому при появлении острой боли необходимо обращаться именно в стационар, где консультацию и помощь может оказать не только один гинеколог, но и смежные специалисты. Так сложилось, что женщины по своей природе очень сильные и выносливые, и поэтому часто пытаются терпеть боль. Самостоятельно используют анальгетики или народные методы. Делать этого категорически нельзя. Это только смажет картину заболевания и усложнит диагностический поиск. Поэтому, если у вас возникли вышеперечисленные симптомы, необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Теперь мы поговорим с вами о хронической боли внизу живота. В отличие от острой боли, хроническая формируется длительное время, постепенно ухудшающая психоэмоциональное состояние женщины, нарушая ее работоспособность, настроение и качество жизни. Хроническая тазовая боль ощущается пациенткой практически на протяжении 6 месяцев или более, чаще в нижних отделах живота, пояснице, нарастая в определенные дни менструального цикла. Часто при переохлаждении, физической нагрузке, стрессе. Довольно часто приходится сталкиваться с пациентами, которые много лет ходят по разным врачам, пытаясь разобраться, в чем дело. Им назначают многочисленные обследования, лечение, но, к сожалению, очень часто проблема хронической тазовой боли так и остается нерешенной. Давайте рассмотрим одни из самых распространенных причин хронической тазовой боли у женщин. Первая причина – это эндометриоз, который очень часто встречается у женщин репродуктивного возраста. Обратите внимание, что эндометриоз, гиперплазия, эндометрия и эндометрит – это не одно и то же заболевание, а совершенно разные патологии. Потому что часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда женщина говорит о том, что у нее эндометриоз, а на самом деле речь идет о гиперплазии эндометрия. Так вот, эндометриоз – это заболевание, при котором клетки эндометрия, то есть слизистой оболочки матки, обнаруживаются в самых различных участках тела. И очень часто они появляются в малом тазу и брюшной полости. Эти клетки обладают способностью прорастать в ткани, к которым прикрепляются. И при наличии менструального цикла они ведут себя так же, как матки, то есть увеличиваются в размере в течение менструального цикла и отторгаются с образованием крови во время менструации. Кровь является очень агрессивной средой, которая раздражает ткани, и в ответ возникает серьезный воспалительный процесс, который и провоцирует формирование боли. При длительном течении эндометриоза формируется спаечный процесс. Органы, кишечник, маточные трубы, яичники, матка спаиваются между собой, и в результате нормальная перистальтика кишечника может провоцировать выраженный болевой синдром. Для эндометриоза очень характерно цикличное усиление боли в первые дни менструации. У меня была пациентка, которая пришла на ежегодный осмотр. На вопрос, какие у вас есть жалобы, она ответила, по гинекологии у меня жалоб нет. Здесь последовал вопрос, а какие у вас есть жалобы не по гинекологии? Она ответила, что длительно ее беспокоят боли в области поясницы. Она проходила многочисленные обследования, лечилась у невропатологов, получала противовоспалительные препараты, но боль все равно не проходила. И вот в процессе длительной беседы мы выяснили, что усиление боли связано с менструальным циклом. Пройдя дополнительное обследование, был установлен диагноз эндометриоз. Назначено лечение, и ее состояние стало намного лучше. Второй причиной хронической боли является хронический воспалительный процесс органов малого таза, вызванный инфекционной природой. Очень часто хронический болевой синдром появляется на фоне хламидийной инфекции и гонореи, так как эти заболевания сопровождаются выраженным воспалительным процессом с переходом на тазовую брюшину и формированием спаечного процесса. Причем местные симптомы, такие как выделение из половых органов, могут не беспокоить. Или они могут быстро проходить на фоне местного лечения без установленной причины. Возможно такая ситуация. У женщины возникли жалобы на дискомфорт в области наружных половых органов. В связи с дефицитом свободного времени она приобретает свечи в аптечной сети по рекомендации фармацевта или те, которые ей помогали ранее. В процессе такого лечения выделения могут прекратиться, но сам воспалительный процесс никуда не денется, и он переходит в хроническую стадию. Третьей причиной возникновения хронической тазовой боли является спаечный процесс, который возникает не вследствие наличия эндометриоза или воспалительных процессов органов малого таза, как я уже сказала ранее, а спаечный процесс возникает вследствие перенесенных оперативных вмешательств, так как во время операции происходит травматическое повреждение брюшины, что приводит к возникновению спаек. Поэтому женщины, которые перенесли оперативные вмешательства, в том числе и на органах малого таза, имеют повышенный риск развития спаечного процесса и, соответственно, возникновения хронической тазовой боли. И стоит помнить о том, что нет такого чудодейственного препарата, который бы излечил от спаечного процесса, как иногда могут говорить рекламодатели. В некоторых случаях спаечный процесс может быть настолько выражен, что для восстановления нормальной анатомии и функционирования органов требуется новое оперативное вмешательство. Четвертой причиной является болевой синдром, который вызван проблемой с позвоночником, а именно проявлением остеохондроза пояснично-крестцового отдела, при котором происходит ущемление корешков нервов с формированием болевого синдрома. Но в этом случае боль также может усиливаться перед менструацией. Но в отличие от эндометриоза, здесь причина усиления боли связана с задержкой жидкости перед менструацией, и формирующийся отек усугубляет ущемление. Пятая причина – это проблема с кишечником. Это может быть как синдром раздраженного кишечника, так и такое серьезное заболевание, как неспецифический язвенный колит, так и другие симптомы, которые связаны с проблемами кишечника, например, вздутие или нарушение стула. Женщину также может беспокоить постоянная боль внизу живота. Но в таком случае мы можем проследить закономерность возникновения болей, связанной с приемом пищи. И это лишь малая часть заболеваний, которые могут вызывать боль внизу живота. Поэтому для выявления причин хронической боли необходима последовательность и скрупулезность, тщательная беседа, в ходе которой выясняются необходимые факты для дальнейшей диагностики и лечения. Довольно часто требуется консультация таких смежных специалистов, как уролог, невропатолог, хирург и даже психотерапевт. И чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вам будет поставлен диагноз и назначено лечение, что может значительно улучшить качество вашей жизни. Поэтому не тратим время на самолечение, не терпим боль. Ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok